Народ, ну что, привет! Мы все еще в прекрасном доме парфюмерии в Дубае. Мы вам показали первое видео. Сейчас мы направляемся в бутик, где сказали, что ароматы можно любить. Мы не знаем, еще можно их покупать или нет. Наташа молчит, потому что она в шоке. Здесь так классно вообще. Мне так понравилось. Это просто сказка, это история парфюмерии. История парфюмерии не только этой страны, а вообще, наверное, всего мира. И все лучшие здесь ароматы и гуды собраны в этом музее. Ну, как сказать, тут показана история, как правильно их использовать. Мне, кстати, очень понравилось развеивание мифов для меня самой, как наносить масла. То есть капать не надо? Не обязательно вот это ждать, пока капнет. Нет, они наносят, размазывают на места. Как готовила вот эта Айша, да, по-моему? Да. Как это приготовила Шай Хайша. Это вообще, ну, так потрясно, если честно, как пирог. Посмотрите, кстати, на первое видео, по ссылочке в описании будет оставлено. Сейчас мы идем в бутик. Единственное минувшее, здесь дико холодно. Очень холодно. Здесь холодно так. Мы всегда говорим, вам лайфхак, берите кофточки. Но мы просто пришли с такой жары. Мы не думали, что мы здесь будет холодно. Ну, мы сейчас выйдем, сейчас все восстановим. И нас уже насморк. Так, Наташа, иди. Да. Поскольку, я думаю, Наташа будет все нюхать, все пробовать. Она герой нашего рассказа сегодня. Поэтому я следую. Вот помните, самый-самый первый зал, который мы смотрели в прошлом видео. И вот здесь мы будем иметь возможность этот вот бутик понюхать. Вот интересно, кстати, что здесь по ценам, что здесь вообще. Ага. Я так поняла, это бутик, чтобы нюхать. Ну, как я уже глянула, по-моему, здесь ничего не продается. В общем, мы все, что хотим, можем тестить. Я так понимаю, здесь ничего не продается. А смотри, здесь картиночки разные, поэтому тоже разный запах. Ты, если что-то это, в общем, хочу сказать, озвучивай, потому что я не могу... Ты у нас, наверное, самый главный эксперт. Так, подожди, это купить можно, я думаю. А это для покупки? Мы можем купить здесь что-то. Мы можем купить здесь, но если вы хотите купить, я вам даю одну посетку. Ага, вот визиточка здесь есть. Если вам что понравится, мы можем купить это где-то. Может, где-то рядом. Это на Джумере. Ну, так, это еще ехать. Или сказать онлайн. В общем, все можно пробовать, ребят. Здесь классно, наконец-то. Все можно попробовать. Наташа, прячь карточку и давай как-то уже... А хорошо, что здесь представлено? Я, если честно, такие парфюмеры вообще напыкнула. Ну, я тоже первый раз такое вижу. Ну, коробочки красивые, что я понимаю. Приятные ароматы. Мне картинки очень нравятся. Картинки, как нарисованные, я не знаю. Ты знаешь, я думаю, это что-то недешевое совершенно. Ну, мы можем зайти на сайт, допустим, и проверить. Смотри, Тола. Вот это такой аромат прямо... Кажи чашечку. Там просто лежит салфетка или что? Как там запах идет? Нет, она брызгана. Да, я думаю, что здесь непонятно. Смотри, это Тола может быть фирма. Какая картинка? А, Шахризат. О, Шахризат. Ты знаешь, что фирма? Нет, это название парфюмер. Шахризат. Это Маша. Смотри, женские имена. Маша. Дальше. Анбар. А ну дай. Вот мне понравился Шахризат, как обычно. Ну, если что понравилось, ты сфоткаешь, что ты на сайте нашла просто. Ой, Анбар какой вкусный. Ну, дай я по нему, ладно. Ну, такой какой-то, такой вот как размашистый запах. Такой раз и разошелся. Такой сильно. А как же это все перенюдно? Приятный, приятный. Я не знаю, кофе тебе надо, наверное. Нет. Знали, в зерна взяли. Нет, кофе никогда не используют. Это заблуждение. А почему все время нам дают, пытаются дать понюхать кофе? Это неправильно. Вот так вот. Верьте, Наташа знает. Это неправильно. Ты забиваешь, то есть ты еще нюкаешь еще один дополнительный запах. Говорят, что нужно просто попить вонички, если есть возможность. А, все, точно. Мы же делали видео про... Ты забыла просто. Да, я забыла. Мы делали видео про брут-духи в нашем любимом магазине Ахмад или Магриби. Гулбадан. Как? Гулбадан. Это имена, я так понимаю. Очень приятный запах. Мне вот этот пока нравится. В общем, Наташа тут уже поймала кайф. А еще знаешь, что-то с вами какой-то. Ну, тут в принципе все использованы. Народ, ну, просто вот это для любителей зайти и нюхать, нюхать, нюхать. Смотрите, какие баночки. Смотрите, закрывается пробочкой. Ну, просто это классно. Надо такое придумать. Вот эти коробки, наверное, точно не дешевые. Еще и так красиво оформлены. А мы сейчас посмотрим, что это за фирма. Давай, протягивай руку. Не сквал. Честно, мне картоном пахнет. Обалдеть. Вообще ничего не почувствовала. Просто вот бумагой и картоном пахнет. У меня бывает так. Наташа у меня протягивает бумажку, понюхай. Я говорю, мне картон, я запах не вижу. А видите, сколько еще нюхать, народ? Тут нюхать, не перенюхать. Наверное, я сейчас просто вам еще карафинга покажу все. Потому что чувствую, мы здесь застряли надолго. И здесь дико холодно. Нет, здесь нормально. Кондеры меня все еще дубасит чуть-чуть. Слушай, я смотрю, это, по-моему, фирма. Мне кажется, какая-то дико дорогая, мы ее видели. Или я бутылочку с кем-то перепутала. Нобель Рояль, это точно. Это какие-то супер-пуперы. Супер-пупер духи? Ну, по невинной супер-пупер. Не-не-не, какие красивые. Это не по-близи. А вот какие вообще? Слушайте, это как коллекция просто каких-то, наверное, ароматов, которые вообще, в принципе, бывают. Вот это от Либра Де Оранж. Слушай, сейчас тут есть... Подожди, сейчас я еще это пропустила. Посмотрите, ну, наверное, здесь просто целая куча ароматов. Путаны Паласа. Стоять, не понял, это что, знак Кэптон Америка? Нет. Ну, такой запах. Знаешь, такой немножко кисловатый мед, я бы назвала его. Слушай, подожди, я хочу один аромат, если он здесь... Вообще скажи, что твои мечты сбываются, это целая куча ароматов. Ну, это европейские ароматы. Это вот Патон... Европейские, да? А вот в той стороне стоят арабские больше. Слушай, послушай, вот это Этат Либра Де Оранж, это знаменитая фирма. Как бы, если я здесь не тут, это Путаны Паласа, я услышала, по крайней мере. Секрет Керри, я вот не помню, есть ли он, а вот это, аркидшиеся веки. То есть здесь, в принципе, как про... Что, что, что? Громче говори. А, тут, в принципе, представлены, как бы, это просто как бутик еще ароматов. Маркиз Де Сад. Да, прошу прощения, тут запись сбилась немножко. Ой, Маркиз Де Сад вкусный. Мне не будешь никак? Да нет. Я тебя его набрызгаю. Ммм, вкусный. Ну, зачем сбилась, скажи? Я не помню. Ну, короче, вот эта фирма, это знаменитая, это европейская фирма. То есть здесь представлен, как я поняла, микс, то есть, наверное, эта фирма продает разные ароматы. Ну, то есть, европейские, это про Толу, я не слышала, но они мне понравились. То есть здесь можно прийти и понюхать за 15 вверх, а никто не будет трогать, набрызгаться разными нишевыми, в принципе, это нишевое парфюмирование. Это я не знаю, но это класс. Икра? Европейские. Ой, какие красивые коробочки вообще. Понимаете, Наташа еще в самом начале стоит. Боже, какие красивые такие бутылочки. Но это, наверное, не бутылочка. А это бутылочка. Ой, какая бутылочка. Мне она просто нравится. Класс. Яркая. Люблю яркие цвета. Разные бутылочки, коробочки. Кто любитель, сразу будет узнавать любимые ароматы и те ароматы, которые знаете. А мне нравится здесь вот эта пробочка такая. Ах, красивая. Похожие такие же маленькие. Это у нас что такое? Жук-скоробейчик лезет за ароматом? Почему нет? Ну, в общем, чтобы вы понимали, здесь просто еще перенюхать и перенюхать. Я не знаю, выйдем ли мы отсюда сегодня или нет. А вот, интересно, это книги. Это так хорошо, все красиво сделано. Какие красивые коробочки. И книги. Интересные книги, наверное, по парфюмерии или принадлежат парфюмерию. Очень классно сделано вот так. Парфюмер изобретает ароматы и не закончил свою работу. Смотрите, как они колыхают от кондиционеров просто. Любят здесь кондиционеры. Кстати, еще есть один зал. Сейчас покажу вам. Это мерочка, чтобы не смешивать. Все, я тебя брызгаю сейчас. Не надо меня брызгать. Все, какие красивые, уютные, маленькие штучки. Надо убивать, пока Наташа меня не брызгала. Вот это мне понравилось. Покажи. All the protection. Покажи. Где, куда, подсказывай. Вот это мне понравился аромат. А здесь, где-то? Нет. Это All the protection. Это роза, какая-то приятная роза. Не знаю, вот это понравилось. И вот маркиз. Если случайно из рук аромата выскочит, нас заставят сразу его купить, я думаю. А это чем пахнет? А я на тебя набрызгала, это как табак, вместе с чем-то пряным. Я поняла. Наверное, я пошел в другой зал покажу, пока меня не набрызгали. А вот смотрите, напротив еще. Это, кстати, выход. Ой, мерочки красивые какие. Так, ну вот еще второй зал. Здесь, я так понимаю, масла. Так, ну сейчас все посмотрим. Осколочки. Непонятно же, не утро взломано. Я не знаю вообще, что это. Ага, это, понятное дело, сундучок с красивыми бутылочками, в которых должны быть масла. Разные запахи. Какая-то печатка или мера. Вот это вот мера, точно. Так, Тола, это вот фирма бутылочку Наташа показывала. Так, а сейчас посмотрим, я могу сюда закинуть. Ну пойду, пока меня охранник не остановил. Ага, вот такая большая бутылочка масла. Здесь, посмотрите, здесь просто творится невероятное. Разные-разные ароматы масел, которые смешиваются в бутылочке. Боже, сколько их. Нет, мы же не перенюхаем сегодня все. И вот как раз бутылочки, куда можно это смешивать. Вы думаете, она закончилась? Нет, вот еще второй ряд. А вон большой, еще третий, четвертый. О, а вот препаратик, наверное, который как-то участвует во всем этом. Ой, ну это, конечно, надо специалистов, чтобы все комментировал. Народ, ну вы как относитесь к тому, чтобы прийти в музей и понюхать самые необычные, самые крутые запахи? Я уверена, что здесь созданы самые крутые запахи. Точнее, здесь сделаны самые крутые запахи. Завезены, куплены и поставлены. Возвращаемся к Наташе, которая, ну она нормально продвинулась, как бы сказать. Вот, кстати, Тола, да, это вот, что вот картиночка стоит. Это фирма Тола. Мне сами картинки нравятся, я уже подговорила, которые... Очень классные. Которые стоят рядом с ароматами. Ну ты хорошо продвигаешься, я тебе скажу. Слушай, это ниша не понимает. А мы представили, как бы ниша подсумели. Потому что я смотрю, это эскиз Риде Парфомс, который я хотела. А мне... Ты хотела их понюхать? А мне понравилась одна бутылочка с самой крайней. Просто вот я хочу ее понюхать. Можешь дать мне какао почок? Да. Ты догадалась? Такая... Ну и как? Ой, это... Я не могла ошибиться, да? Не знаю. Интересный. Ну, интересный. Он сладковатый, но не так. Не противно сладковатый. Но сейчас не могу его писать. Очень здесь много ароматов смешано. Такая, вот это вот, вот эти вот яркие цвета. Красиво как. А это вот эти штучки. Что это такое, вот ты нюхаешь? Ну, это как бы, знаешь, сюда брезгуют. А, они похожи как... Вонимаешь аромат. Но, если честно, с флакончика лучше слышно. Как это называется? Они похожи, когда в бутылку вставляешь? Леечка. Вот на леечку они похожи. Да, прикольно. Не знаю, это какой. Это вот так вот, да? Это 1.4. 1.4 называется. Аромат? Да. Еще и зачеркнут. Ну, прикольно. Не, не зачеркнут. The Nod Blue Bottom называется. Это не голубая бутылочка? Да. Они всего постирается. Какое название интересное? Наташа меня зовет, говорит, нашла что-то просто волшебное. Я не что-то нашла волшебное, я тебе хочу. Просто я сама не знаю. Вот чем оно пахнет? По-моему, ничем. А резиновый такой вот как раз. Скажи, резиновый какой пахнет? Не кислотой. Да, кислотой какой-то. А что это вообще за ароматы такие? Это фирма Носомата. Она славится тем, что делает такие... Мне понравились вот такие вот корковые пробочки. Какие-то странные эти... Странный запах или странные ароматы? Или странные какие-то коробочки непонятные? Не-не-не-не. Вот тут что-то нету такого, которое... Это что-то за рук с коробей, не знаешь? Это то, что, наверное, разрешили, то и представлено здесь. Как бы... У них есть... Ох... Ну, я даже, наверное, нюхать не могу. Пардон, вот это... Не хочется сказать слово пардон. Ладно, да. Что там такое? Что такое что? Не знаю. Не поняла еще. Сначала какая-то специя ударила в нос, потом она распылилась, а потом что-то такое, как... Какой-то жесткий аромат пошел. Я не могу их так, как ты, быстро озвучивать. Кстати, удивительные классы, что в такие времена можно открыть и понюхать, потому что Наташа переживала. Было, может, они открываются. Ну возьми другую белую пробочку. Или это все разные. Что-то другое. Не, оно, наверное, не открывается. Ладно. Обманки. На Саната что-то у нас... Ну вот... Короче, ребята, лайфхак. Вы приходите за 15 дирхам именно в бутик ниши. Еще плюс бутик нишевый парфюмерик. То есть вас никто не трогает. Вы сами ходите, выбираете себе спокойно парфюм. Ну то, понятно. Возьмите пару футболок, вы их побрызгаете, и они у вас будут в сумочке, отдельно в кулечке. Смотрите, боже, какая красивая. Боконера. Я не могу даже объяснить, что-то за аромат. Дай мне. Это как сухофрукт какой-то. У меня сухофрукт с резиной. Обалдеть. С вкусной резиной. С вкусной резиной. Знаете, как жвачка вот стираешь? Не жвачка, а стирательная резинка такая была какая-то розоватая. И тяжело бы ее достать. Ну вот такие ароматы. Не кахенор белый, а такая вот розовая стирательная резинка. Вкусная. Да. А мы жевали иногда и в школе. Мы думали, что это жвачка. Брутус классный. Брутус. Какой-то кожаный. Брут. И ты туда. Замшевый. Кожаный. Классный аромат. То есть лайфхак. Народ, не надо. Вам не будут над вами стоять продавцы. Что вы берете? Что вы нюхаете? Как вам это? Никто не любит, да, когда на них постоять продавцы и такие, что вам дать? Что вам это? А давайте я вам посоветую. Давайте это. Не, ну если вежливо прикольные девочки или продавцы, которые нам попадались, когда мы делали видео, не забудьте поставить плейлист распаковки и ароматы, то это нормально. Бывает очень навязчиво. Ортопарези тоже невесный аромат. Водофа мне понравился. Ортопарези. Вот это даже, наверное, классно. Рекомендации от специалиста нашего канала по парфюмерии. Это специально. Ой, мы прошли. Поверьтесь, не промахнетесь. Это на свет включили или что? Водофа, наверное, шикарно. Я еще вот только прошла. Давай вернемся? Ну, давай. Давай вернемся. Вот там я. Ой, Лондон что-то. Смотри, Дубай. Вот. Кстати, интересно. Сладенький. Ну, симпатичный. Ну, сладенький. Ну, сладенький. А ну, Дубай давай. АУК тоже, аэропорт, по-моему, называется в Абу-Даби. Дубай давай. А где? Гексби. А, я не вижу. Извините. А ну, что-то они одинаковые какие-то. Ну, Абу-Даби чуть-чуть такой, как-то более сладенький. Не, мне что-то... Нет. Ничего-то, аменное. Ну, название такое интересное, конечно. Классно сделали. А, ДПС на Бали. Тоже Аэропорт называется. Слушай, тебе прикольно сделано. Так, а что это за фирма Алва-Марина? Она открывается? Ну, у тебя не может вверх? Думаешь? Что, ну позови охранника. Что-нибудь мы духи не можем открыть? Ну, давай. Не знаю. Подержи-ка, я попробую. Что-то такое. Наталья. Ух ты, Аба-Мария. Что это за аромат? Дэнди, Дэнди, Дэнди. Какой Дэнди? Может Медли, Йорс Медли? Или Дипли? Что тут написано? Дипли, вот. Йорс Дипли. Ух ты. Ух ты. Я кроме ух ты не смогу ничего сказать, наверное. Ну, посмотри. Ты исполнила свою мечту, да? Это просто необычный аромат. Я в шоке. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ну, интересно, кстати, Аба-Мария. Видишь, Аба-Мария там дальше. Мы хорошо продвигаемся. А что это такое? Электрик Вуд. Электрическое дерево. Рум Джойс. Рум Джойс. Рум Джойс. По-моему, оно понравилось. Слушай, жалко, что я не взяла отливашку. Могла бы себе поотливать чуть-чуть. Не говорит. Кто здесь камеры не завершили бы? Ммм. Вот эти красивые. Рум Джойс 1 какой-то. А, нет. Рум 1015 называется фирма. Рум 1015. Наверное. Или О115. Что-то вроде этого. Ух ты. Какие ароматы насыщенные. Насыщенные чем? Расскажи. Специями. Ну, это ароматы мира все-таки, да? И арабские, и европейские. Это бутиковые, нишевые ароматы. То есть это фирма? Ну, их в бракарте, в duty free можно купить или нет? Ммм. Думаешь, их нужно вот только заказывать именно вот онлайн или в специальных магазинах? Редко. Мне кажется, редко. То есть это редкие ароматы можно купить? Нет, это не редкие ароматы, это нишевые ароматы. Слушай, классно. Рум 1015 мне нравится. Пауэрбалат. Свежий. Фруктовый. О, классно. Что бы ты приобрелась? Вот сейчас нам сказали бы и деньги были, и доступны были бы. Вот из Клата де Оральш, потом Тола мне очень понравился. Надо его набрызгать. Хистери де Парфамсит. Вот этот веселый. Вот этот мне очень понравился. Ортопарези. Боконера. И пока что вот этот. То есть любимчики у тебя уже есть здесь? А в Барутии я тоже слышала. В Барутии. Боже, ты столько слышала. Себя здесь сама пришла. Сказала, ну какие-то бутылочки стоят. Там какая-то жидкая смех. Господи, это сырость. Да. Это реальная сырость. Ну сырость такая еще, знаешь, как будто там еще кто-то потом бутерброд оставил. Да. Где-то там. Нут. Барутии. Нут? Нут. Нут и ут. Нут, наверное. Нут. А, нет уда. А такое ощущение, что уда там нормально. Да. Умпа, я не знаю. Что-то я не понимаю эти ароматы пока. Ну классные. Ну и нужно, чтобы они немножко, может, как ты обычно не понимаешь, потом тебе начинают нравиться. Так, что-то тут с кошечками. Ух ты, какие Барутии. Барутии надо пробовать. Вот Барутии не покупайте без затеста. А что это с ним произошло? Посмотри. Посмотри, посмотри, а что это с ним? А что с ним происходит? Да, кстати, он по сравнению с другими, он какой-то как такой... Он испортился? Угу. Интересно. Сырость уже испортилась, конечно. Нет, это не сырость. Слушай, какие-то такие вот стоят, это вообще что, санитайзеры, что ли? Я такого даже не знаю. Жидкость. Ликвид, ликвид. Господи, понюхай этот аромат. Я в шоке. Чай. Пахнет таким сырым чаем, такой заваркой такой чефирной, которую оставили тоже где-то давно в чайнике. И мороженое. А потом я открыл чайник и такой, о, заварочка. Ондер де линдер. Обалдеть, я хочу. Как-то чай точно есть. А вот чай тут есть. Ох, понюхай этот чай. Обалдеть. Обалдеть. Это специй такой чай с шашлеванки и с индией. О, какой резкий. О, какой резкий. О, по-моему, чай перец и чили накидали. У нас не знаю, что случилось. Берлин. Масочку можно приспустить. Берлин в зиме. Сейчас я себе открою. Ой, приспустить я имею ввиду. Что-то, по-моему, уже заговаривалось. А ну, давай, поехали. Берлин в зиме. Берлин в винтер. По-моему, не в зиме. Какой-то резиновый подошв. Что за аромат? Класс. Слушай, Барути, если хотите взбодриться. О, да, взбодрилась уже. Вот такая фирма Барути. Сейчас я плакать буду. Сначала перец чили, потом резиновая подошка. Ничего, так вкусик. Так, я тебе даже не буду давать. Ну, ты же сама сказала, что странный аромат. Я вот тебе говорю, да? Вроде я правильно описала. Вот так вот правильно описала аромат, а тебя взяли по хейтиле. Ну, что это такое? Индига. Не, ну я не буду комментировать, сейчас Наташе обидится. А что ты скажи? Ну, пахнет индивой. Пахнет. Видите, Наташе на лицо. И она говорит, что я вот хейтер аромат. Он пахнет индивой, да? Я хочу вот этим на салфетку. Весь салфетку. Сейчас Наташе будет набрызгивать. В общем, у меня еще есть салфеточек штук-парочку. Можно их еще разрезать и унести отсюда много-много интересных запахов. Лайфхак, народ. А ну, ты засними, пожалуйста, на это видео, что я поюзгаю. Подожди, стой. Подожди, стой, стой, стой. Не брызгай. Все, прерывались, возвращаемся. У меня рука занемела снимать видео. Ну, давай. Скажи. ОНДЕЛЕНДЕ. Как-то так называется. Чего? ОНДЕЛЕНДЕ. ОНДЕЛЕНДЕ. Здрасте. Здрасте. Аж уже не тут делали. Это что-то мне... О, Боже, такое. О! Ну, ладно, ко мне не подходи. Я скажу, что мне не нравится. Ты обидешься. Так, это они уже сделали. Это как... Прикольно, да? Как будто кто-то создавал ароматы и оставил все так в первозданном виде. Санитайзеры. А что это такое? Это, я думала, это липлит похоже. Нет, у нас санитайзеры похожи большие. Ну, конечно, это, наверное, не санитайзеры. А если да, то очень дорогие. Тут кондиционер, тут шампунь. А, это уходовая косминала. Кэр Энконсайд. Я не знаю. Консидер, как правильно читать. Ну, это вот про фирму. Ага. 100П. Смотри, тут все написано ценно. Вот я вот. За 100 миллилитров 500 дирхам. Ой, да, 495 за 50 миллилитров. Это очень дорого, Мират. О, идем посмотрим цены. Боже, так вот же все цены. Пожалуйста, за 30 миллилитров вот этого Барути 525 дирхам. Ну, застрейте мне кто-то, пожалуйста. Тю, сейчас мыл. Вот это форезин. Пожалуйста. 715 дирхам. Короче, вы понимаете цены? А 750 миллилитров это за сколько? Это же не 50, это же меньше, по-моему. Это... Это 100, наверное. Я думаю, это 50. А, это 50. За это вот. Ну, слушай, если нишу и парфюм, да нет, нормально, наверное, Вот это я плату в задний карман. Видишь? Хорошо, давай остальные цены, пацаны. Для того, что тебе понравилось. Ну, давай это вот. Нет, это не на Самата. На Самата 650-30 миллилитров. Ну, смотрите, цены сейчас узнаю. Теперь я хочу набрызгать нам. Этот, ты, нравится? Да, от которого мне понравился. Ну, давай, ладно. Ну, что, народ, сейчас на меня набрызгают. Кстати, он это, ну как, относительно недорогой. 145. Да, 190. 50 миллилитров. За 15. Да, 190. Вообще, ну это так. Так он еще и самоприятный. Смотри, 1,3. 1,3. Чтобы запомнить. 1,3. Так. 1,3. Я на тебя грызгаю. Я на тебя грызгаю. Футболку я уже сегодня испортила, по-моему. Да, грызгнулась сегодня и так близко, что прям... Хватит? Да. Знаете, мне еще запах потянуло пивом. Взвеживать, как ты, бутылка. Просто потянуло пивом, реально. О, классно. А мне пиво такое. Да. Пиво, вот есть дрожжевое. Да? Скажу. Ну, неплохо. Теперь с меня пивом будет пахнуть. Так, какой Наташа еще берет? Нет, это не все. Просто по ценам, чтобы мы сориентировали людей. И потом визиточку. Можешь показать, Наташа? Визиточку. Покажи, пожалуйста. Просто в камеру, если людям вдруг что-то интересное, чтобы они тоже могли зайти на сайт и посмотреть. Угу. Такая визитка очень красивая. А, Вилла, кстати. Вот это, да. Вилла 515, Джомейра, Бич. Ну, это где-то галерея, мол, они еще продаются, видишь? Ага. И вон сайт у них. И сайт? Наверное, я так понимаю. Есть. Шоп. Вилла 515.com. Иди сюда, чтобы я помню. Да-да, давай-давай. Хорошо, мне надо тебя использовать. Не надо с ним меня пользоваться, ты меня уже пивом награждала. Я хочу вот два. Хорошо, а зачем? А как это? А как же я? А как это два? Ну, здрасте. Ну, что такое? Ты салфеток давай дам? Что ты мне два аромата смешаешь? Тогда давай и так. Так, а по ценам? Скажи это вот. Что смотри-то? Вот здесь вот какая-то. Вот это вот оно? Да. 660 дирхам за 50 миллилитров. Не оно? Не оно. Вот оно. Вот оно. Ой, простите. За 50-350. Ну, 100 долларов вообще доступненько еще. Так. Брызгаем. Чувствую, Наташа бы точно бы купила. Сколько? Сколько? 350 дирхам. Чуть меньше 100 долларов. Я тебе дам. Мне не надо давать ничего. Ну, может не 100 долларов дать, если хочешь, конечно. Так. Не умничай. А куда же я положу? Как я опознаю? Ну, мне в карман положу. Сунула в карман. Терево в кармане будет пахнуть пивом и маркизом досадом. Ой, господи, блин. Тихо, тихо. Народ, сейчас просто посмотрю, чем пахнет. Ну, жутко. А мне не жутко. Шикарно. Боже, мы не могут запах определить, но не хочется его выкинуть. Так. Я уже протекшн. Смотри. Гождите. На тебя по-на-ка мне? Да. На меня прощай. Я не могу понять, чем мне пахнет. Давай. Какого писать? Это протекшн. Сейчас на тебя камеру переведу. Нет, я просто... Даже не могу запах маркиза досада описать. А теперь новый запах у нас пошел. Этот сколько стоит? А, это же вы смотрели уже. 350 дирхам. Чуть меньше 100 долларов. Ну, потом скажешь, кстати, одного победителя, которого бы ты сегодня взяла. Ну, реально взяла бы. Ну, за 700 дирхам вряд ли бы ты покупала аромат, мне кажется. Да? Слушайте, мархиз досад просто пахнет таким дезодорантом, которые продавались у нас на вокзальной. Знаете, были такие. Вот. И, наконец, такие были и зеленые, и синие, и желтые, и красные. А такие просто дезики такие дешевые. Ну, народ просто. Мне не очень хорошо. Он жесткий. Он жестокий, как мархиз досад. Вот, реально. О, наконец-то Наташи блотеры стали сдавать. Ну, их там совсем мало, по-моему. Понюхай амбру. А? Ага, мам, если нет. Ну, давай мне эту амбру понюхай ты же. Ладно, я понюхаю. Амбра. Ну, приятненько. Знаете, что пахнет? Каким-то ванильным мороженым. Скажи. Да. Пахнет ванильным мороженым. Зачем ты мне досада дала? Усень, ты мне амбру дала. Ха-ха. Так, а это почем цена? Ну, тут нету цены, по-моему. И этого, кстати, тоже нету. Вот, дорогого, то, что тебе понравилось. Знаешь, цены закончились? Квирмах нищик понравился. Вот этот квирмах нищик понравился. Вот, люди уже подошли, тоже нюхать будут. Люди, маркиз досад, не нюхайте. Вот, хороший вам лайфхак. Помощь. Так, какая мне понравилась ТОЛ? А вот ТОЛ, а вот цена и есть. Народ 45 миллилитров 940. А что такое Амайя? Это какой-то... Смотри, есть 45 миллилитров, а есть Амайя. Что такое Амайя? Покажи. Ну вот, смотри. Не в миллилитрах. А что такое Амайя? Понятия не имею. Смотрите, 940-45 миллилитров, 1208 дирхам Амайя. Амайя, это название бутылочки. Ну, это самое дорогое, по-моему. 900 чем-то это вообще. Это 260 долларов, наверное. Такой. Так, мне вот эта Маша понравилась, по-моему, или Амбар? Амбар мне понравился. Амбар я на себя... Так, запомни, что это Амбар. Ну, видео пересмотрим. Хорошо. Я все еще пахну маркизом-досадом. Ну, вот скажи, твой сегодняшний победитель, чтобы ты купила реально деньги? Я думаю, что ты 900 бы не потратила бы за это. Вот сегодняшний реально. Ну, чтобы по карману было бы. Амбра мне понравилась. Вот эта вот. А ну, покажи. 515. Где? Вот эта Амбра. А где она 515 стоит? Это Vila 515, они называются. Я не знаю, сколько он стоит. А, я думаю, что... Вот этот понравился. Вот это вот, да. Это реальная цена. Нет. Вот The Protection. Мне этот понравился. Ну, если они все стоят, тогда вот... 500... А, 350. Да, вот это вот реальная цена. Думаю, Наташа бы эту процент взяла. И вот этот нравится. Какой? Амбар. Ага, я поняла. Народ, ну что, вот такое сегодня видео получилось. Мы тут, конечно, на самом деле застряли намного на дольше. А видео вам сняли вот на такое количество времени. Маркиз де Сад. Ну, ладно, народ. Честно, как бы парфюмерия это такая вещь. Очень, очень private, очень частная вещь. Да, Наташ? Да. И Наташка очень это любит. А я люблю здесь бренды ароматные. Пишите в комментах, как вам было видео. Посетили ли вы этот музей. Смотрите, если вы мне первое видео про это. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всего вам доброго. Пока. Наташ. Пока. Приходите сюда. Пока. Пока. Продолжение следует...